Десятку самых ярких событий очередного тура Лиги Чемпионов открывает подвиг австрийского штурма. Сергей Юран на этот раз не вышел на поле и поэтому стал только сторонним свидетелем того, как его команда, которую причисляли к заведомым аутсайдерам группы, сделала широкий шаг в сторону четвертьфинала. Греки, как всегда, на своем поле играли с преимуществом, но сначала забивали гости. Причем Шоп сделал это очень красиво. Палатиной Кос все-таки сумел отыграть один мяч, и до конца матча оставалось еще достаточно времени, чтобы спасти игру. Но Штурм выставил и взял три очка на выезде. Самыми запоминающимися моментами не очень содержательного матча между Манчестером и Валенцией стали голы. Причем, несмотря на счет, 1-1 оба забил Манчестер. Первым отличился Энди Коул, разыграв длинную эффектную стенку с Гиггсом. А за три минуты до финального свистка фатальная срезка защитника хозяев Песса Брауна лишила фаворита группы трех очков. Манчестер довольствовался только ничьей и отложил оформление путевки в четвертьфинал до следующего тура. В игре ПСЖ Милан все шло к нулевой ничьей, пока не выдержали нервы у миланца Гаттузу. Выбежав до свистка из стенки, Гаттузу дал возможность Роберу еще раз настроиться на точный удар, который у Робера и получился. ПСЖ был близок к первой победе на втором этапе Лиги Чемпионов, но курьезный гол Фосе Мари, в которого случайно попал свалившийся с ноги партнера мяч, вычеркнул парижан из сыскателей Кубка Чемпионов. На седьмом месте нашего хит-парада английский Лидс, продолжающий оставаться главным возмутителем спокойствия Лиги Чемпионов. После победы в гостях 4-1 над Андерлефтом вряд ли уже что-нибудь помешает англичанам выйти в четвертьфинал, оставив за бортом Лиги чемпиона Италии Лацо. Победа в Бельгии была одержана абсолютно по делу. Андерлефт проснулся только в конце матча, но было уже слишком поздно. На шестом месте третий гол Лидса ворота Андерлефта, который достоин отдельной строки в нашем хит-параде. Красивая комбинация и удар Алана Смита повергли Бельгию в шок, от которого хозяева поля уже не сумели оправиться. Испанский депортиво вроде бы без большого труда обыграл Галатасарай, но это только кажущаяся легкость. Победа испанцам досталась ценой многочисленных синяков и шишек, потому что турки во втором тайме вели себя безобразно и вымещали злость, но соперники нещат на колоте игроков депортиво по ногам. В результате в середине второго тайма Галатасарай за шесть минут получил четыре желтые и одну красную карточку. А причиной этой грубости стал гол Викторов, забитый еще в первом тайме. Тройку лидеров предваряет матч Лацо-Реал, который не получился таким же ярким, как неделю назад. Под стать игре были и забитые мячи, которые оказывались в воротах самым нелепым способом. Когда забивал Недвид, мяч умудрился прокатиться сквозь ноги сразу двух мадридцев. Ну а гол Салари получился просто забавным. В пассивном вне игры оказались три игрока мадридского Реала, причем один из них забрался в пассивный офсайд метров на 20. Тем не менее, арбитр этот гол засчитал. С третьего по первое место расположились команды из группы С. Бавария проявила настоящий профессионализм, не стала настаивать на переносе игры из морозной Москвы в другой город и правильно сделала. Мужественные немцы чувствовали себя в лужниках хозяевами положения и сумели забить игра от обороны три мяча в ворота Спартака и досрочно обеспечили себе место в четверть финале. На втором месте Спартак, который в течение 25 минут первого тайма после пропущенного гола показал впечатляющий футбол. Бавария, которая в этот момент защищалась всей командой, дрогнула, но железный Оливер Кан не заржавел и отбил все попытки Спартака уйти на перерыв в хорошем настроении, если бы Спартак реализовал хотя бы один из этих моментов. На первом месте матч «Арсенал-Леон». И не только потому, что обе команды, сыграв в ничью, нивелировали крупное поражение Спартака, оставив чемпиону России вполне реальный шанс выйти в четверть финал. Так получилось, что два самых красивых, на наш взгляд, мяча в этом туре Лиги чемпионов были забиты именно в этом матче, который, кроме того, отличался и захватывающей драматургией. Красивый гол Беркомпа вел «Арсенал» в победе, но на 90-й минуте Эдмилсон принес Леону ничью, а Спартаку отставание от второго места в группе всего на два очка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok